В эфире программа Подворье. Здравствуйте! Ну вот и наступила, друзья, курточная пора, когда природа повернулась от лета к осени. И начался сбор первых урожаев. А всё это началось с 19 августа, когда мы отмечали яблочный спас. Именно в это время начинался на Руси сбор урожаев. И у нас в Якутии, между прочим, тоже начался сбор первых урожаев. А каких именно, это вы просто будете удивлены. У нас, оказывается, в Якутии очень много людей, которые любят, сажают и даже собирают урожаи яблок. Представляете, яблони у нас в Якутии, здесь, в Якутске. И сегодня мы в гостях у садовода-любителя, у нашей героини сегодняшней нашей программы, у Анны Петровны Байшевой. Анна Петровна, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, вот они, наши яблоки, и вот они, яблоньки. Они сидят в грядках. Вот так хорошо видно? Вообще, на каждом, на каждой ветке завязалось в этом году очень много яблок. Ух ты! Яблоня, это у меня сорт уральское наливное. Посадила я его 7 лет назад. В прошлом году, получается, на 6-й год, она дала первый урожай, было 14 штук яблочек. Яблочки некрупные, где-то 40-60 грамм, но очень сладкие, желтого цвета. Они немного позднее. Созревание идет в сентябре. Я в прошлом году собирала их в сентябре. В этом году... Вот невероятно! Они такие прямо настоящие-настоящие, вот миниатюрные яблочки. Вот настоящие, они вот зеленые яблочки. Они именно такого цвета остаются? Желтые. Они желтые, да. Уральское наливное, они желтые. Они кисленькие, сладкие. Очень сладкие, очень сладкие, да, ароматные такие. Вот видите, какие они. Здорово! Они будут покрупнее еще и желтого цвета. Очень много завязалось, вот на каждой ветке. Ветки ломятся, мне вот пришлось подвязать с подручной проволокой и всякими специальными подвязками. Здорово! Анна Петровна, подскажите, а где вы брали семена? Это не семена, я купила 7 лет назад. У нас здесь поставляют постоянно каждый год, уже много лет, с Алтайского края. Павел его зовут, с Горно-Алтайского. Вот он привез яблоки 7 лет назад, первые вот мои. Я купила у него 3 штуки, 2 подмерзли, я не помню, какие сорта какие были. Но вот это уральское наливное, оно выжило. Оно уже было посажено в стланцевой форме, получается, ветки почти над землей лежат. Я их первых 3 года пришпиливала большими такими рогатками к земле, пригибала вот так, и полностью снег их, как говорится, украл. Кстати, пока мы не ушли, не убежали от этой вот темы, ухода за нашими саженцами, еще раз вот расскажите, пожалуйста, вы их посадили в грядку, то есть они у вас не в теплице сидели? Деревца нет, деревца мои все сразу я сажу в землю. Земля должна быть очень плодородная. Вообще любые саженцы, что яблони, что вишни, что крыжовник, все, что у меня растет, оно все очень любит перегной, рыхлую почву, песок, чернозем, удобрять, удобрять нужно каждый год. А скажите, пожалуйста, вот такой момент. Многие у нас дачники жалуются на то, что вот мы не знаем, какая почва у меня, допустим, на участке. Как понять, соленая эта почва или может быть другой состав? Вот вы знаете, какая у вас почва здесь? Примерно, да. У меня здесь очень сильно зашелоченная почва, потому что низина, подземная вода очень близко, и весной после таяния снега проступает прямо белый налет. То есть смотрите, вот если на будущее захотят наши телезрители выращивать вот такой замечательный продукт, вернее, ладовое дерево, вот если захотят выращивать яблоки, вот что бы вы посоветовали? Что нужно в первую очередь обратить внимание на состав почвы. Каков состав почвы. И уже от этого определяется будущая стратегия развития, роста вот этого растения, будущих урожаев, чем поливать, чем кормить. Дело в том, что любую почву можно облагородить. Любую плохую почву внести доломитовую муку. Если это называется щелочная, она может быть кислая почва, ее можно расщелачивать. Для этого есть доломитовая мука. Очень много есть способов, удобрений, которые можно обогатить, улучшить состав почвы. Скажите, а вот доломитовая мука, вот смотрите, мы потом покажем вот эту всю грядочку, сколько примерно вы берете доломитовой муки, и я знаю, что она действует несколько лет, 5 лет или 7 лет. Это очень такой хороший, в общем-то, способ раскислить почву, так ведь? Да, да, да. Ну, я на глаз, я вот как бы не... Ну, там килограмм, может быть, вы стоите, сеете эту муку или как? То есть, вот покупаю вот там килограмм где-то, да, и рассыпаю по огороду, особенно вот мне картофельное поле очень сильно намокает, да, весной, и каждый год подсыпаю немножко по деревьям, потому что знаю, что почва у меня здесь плохая, действительно, она слишком много вытягивает влаги. Видите, заметили, да, у меня грядки все высокие, получатся как бы грядки, да, все, что у меня растет, все растет. Примерно, да, это на сколько у вас, сантиметров 20, действительно. Да, что у меня смородины, что у меня там, вот клубника растет, у меня все, крыжовник от облепиха, все это у меня растет, видите, все на повышенных грядках, потому что у меня, еще раз говорю, именно на моем участке очень близко подземные воды, страдают деревья, у них корневая система уходит на 2 метра в глубину, достает до воды, и сразу начинается уже угнетение растения, начинает листья желтеть. А, то есть получается так, если вода, то это тоже, в общем-то, плохо. Это очень плохо. То есть растение уже не получает из земли тех микроэлементов и так далее, и вода все смывает, по сути, получается. Да, по неволе, вот я подняла выше, я очень боялась, что у меня эти деревья вымерзут, но вот 7 лет подмерзания не было. То есть вот такой вот способ, очень хороший, вы посоветуете нашим садоводам, у которых действительно такая же проблема, как и у вас, да, немножко на высоту подняется. Да, до полуметра. Вот, например, горно-алтайская. Видите, она плотненькая, тверденькая, его уже трудно пригнуть, оно уже почти не погибаемое. Это тоже яблонька? Ему 4 года, это тоже яблоня. А, то есть это другой сорт? Это горно-алтайская, красные будут яблочки. В этом году оно зацвело, оно было опылителем моему уральскому наливному. А-а-а. Опылителем оно цвело, но, к сожалению, соцветия... А опыляли, это как раз-таки не вы сами, а именно вот... Опылитель должен быть обязательно яблоней, какой-то, да, даже может быть дичка. Дичка у меня растет отсюда где-то, наверное, метро 5. То есть это осы там, кто-то там, шмели, да? Помимо этого обязательно нужно быть, в смысле оса опыляет, пыльцу взяли здесь, пыльцу принесли сюда, опылили яблочки. Получается так, да, но обязательно дереву нужно пылитель. Оно одно расти не может, ему нужна пара. Вот это у меня рядышком стояло цвело, но вот в этом году у меня все опали. Значит, на следующий год мы к вам приедем, попробуем красные яблочки. Рядом стоит еще одно уральское наливное, и дальше стоит еще одно горно-алтайское. А-а-а, горно-алтайское-то где? Вот оно, вот оно большое. Тут, правда, у меня, видите, детский сад получился. А вот здесь получается, а вот это вот, а это просто акация. Она дружит, она, смотрите, как у вас хорошо растет. Да дело в том, что она сама сейка выросла сама, вот мне надо ее выкорчивать отсюда. То есть ей там, где понравилось, она там, где уселась, так и выросла. Ну, значит, она очень хорошо дружит с яблонями. Это вот очень интересный такой кустарник, называется мерикария лесохвостная. Очень красиво цветет, как сирень. Очень долго, вот буквально июнь, пол-июля даже цветет розовыми цветами. Вот она немножко подмерзает. Я пригибаю, вот так беру и веточки, каждую веточку вот так пригибаю. А вот, кстати, по поводу пригибания, кроме пригибания, вот что вы делаете со своими яблонями для того, чтобы сохранить урожай, не то что урожай, а вообще сохранить само деревце? Вы чем-то накрываете? Первых три года вот эти тонкие веточки я все пригибала шпильками. Сейчас у меня, видите, какие толстые уже одревесневевшие стебли. То есть ствол уже такой крепенький, хотя они смотрятся достаточно такие вот упругие, такие тоненькие. Они уже не доходят у меня, они у меня уже вот буквально второй год, в прошлом году я основной столб, ствол, то есть лутросилом утеплила, обмотала и сверху как смогла, вот так чуть-чуть накидала этих досок, палок всяких. И все, так у меня снег сверху накрыл, так они под зиму у меня ушли. Но она будет еще выше, она должна быть двух-трехметровым деревом, это яблоня моя, не только это и остальные. Поэтому чем толще ствол, тем уже и безопасны будут наши якутские морозы. А скажите, пожалуйста, а вот можно это деревце потом пересадить уже в землю, ну вот просто, ну скажем так, в грунт совсем, не в грядки, а они же разрастутся, им будет тесновато здесь, как думаете? Нет, нет, я думаю, тут слишком им тесновато это не будет, у них корни пойдут под камни, в принципе, здесь ему неплохо, этому дереву. Просто они что-то у меня близко стоят, посажены. А скажите, когда совсем будет взрослым, то есть вы когда брали в прошлом году? Нет, 7 лет назад. А, 7 лет назад. Этому дереву 7 лет. 7 лет. А вот через 7 лет каким оно станет? Ему 7 лет. Нет, ну а еще через 7 лет? А, ну оно где-то будет 2-3 метровое. 2-3, ну и смотрите, ствол будет и ветки будут достаточно такие крупненькие. Ну, надеюсь, надеюсь, что у меня вот большое, огромное дерево, и не только оно, вот у меня 4 дерева будет, надеюсь, что будет очень много плодов, будет очень много яблок. Анна Петровна, а чем вы подкармливаете свои деревца? Ну, вот вы посадили совсем маленькие саженцы, ну, для начала, вот, ну, любители, допустим, захотят взять тоже саженцы, посадить у себя на грядке, как и вы. А чем можно, узнают, какая почва, в общем-то, у них на грядке имеется, а чем подкармливать потом? Каждый год по весне немножко я добавляю мочевину, совсем маленько, это для зеленой массы. Перегной осенью обязательно вношу, как в виде мульчи, но перегной как бы тоже весной начинает свою работу, это же азот. И летом раза два всеми удобрениями, какие есть в магазине, которые для плодовых и ягодных культур, любые, не буду говорить, какие именно, потому что очень много, большое количество, что куплю. Да, и все зависит, видимо, от того, каков состав почвы все-таки, да, вот от этого нужно отталкиваться. Ну, думаю, да, состав почвы, очень много перегной у меня здесь, плодородная земля, листовой перегной. А то есть, вот смотрите, не было такого, вот когда вы только высаживали яблони, ой, дай-ка я наобум, ну, что пойдет, то пойдет. Или вы уже подошли очень-очень, так сказать, подготовленной, очень много информации. А где вы ее черпаете, кстати? Вот у меня мама, Вера Николаевна. Очень приятно, Вера Николаевна, здравствуйте. Она у меня с Крыма, сама родом из Крыма. Она там... А мне напомнило, это крымские яблоки, кстати. У нас же продают в магазинах, только они покрупнее немножечко. Мама, подойди сюда, пожалуйста. Вот мама мне постоянно говорила, сади, сади яблони. Вот ты уже будешь, как говорится, старенькая, будут твои внуки тебя вспоминать. Яблони очень долго растут. Они очень урожайные. Я все не верила, что у нас вот такие крупные яблочки могут расти в Якутии. Вот я посадила, благодаря своей маме. Вот мне мама, как говорится, дала толчок. Толчок, да, в одну. Понятно. Ваш тени толкай. Да. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вот вы, может быть, добавите что-то вот об этих сортах. И вообще вот для нас все-таки у нас довольно-таки короткое лето и очень сложные такие климатические условия. Ну, вот что у нас может расти, какие сорта вот лучше всего приживаться? При любом желании человека, если он хочет что-то вырастить, у него обязательно получится. И можно любые сорта выращивать. У нас вот абрикосы были вот два года, цвели хорошо, а не было замены им, и они у нас погибли. Не замерзли, а погибли. Были у нас сливы, нет, вишня была, да? Вишня, тоже не было пары, она тоже красивая цвела. А вот пару мы не нашли ей, а тоже мы ее убрали. То есть пара, это имеется в виду вот кулите и пьет, да? Должна быть пара, вот, потому что они друг друга опыляют. Вот, если будет одно только дерево, оно не будет такой давать урожай. Если пчел, тем более не будет. В основном пчелы тоже опыляют. Вот, поэтому вот и такое получается урожай. А скажите, пожалуйста, вот когда они были совсем маленькими, вот эти вот саженцы, но сейчас уже, в общем-то, деревья вполне себе, да, взрослые, вы их накрывали чем-то, вот, ну, пленочкой? Да, мы укрывали их пленкой, лутросилом укрывали. Потом вот снег. Сколько снега вот падало, укрывали еще, присыпали снегом. Скажите, вот 7 лет вот этим деревцам, а плоды пошли только вот второй год, получается? Только второй. В прошлом году было 20 или 18, что ли, а вот в этом году уже вот больше. Следующий год будут вот эти все веточки, все, видите, даже вон на полу кругом лежат, уже будет больше и больше урожай. Хорошо. Скажите, а вот что вы думаете о том, вообще бытует мнение, что вообще яблоки, ну, обладают молодильным эффектом? Вот говорят же, молодильные яблочки. Это правда, как вы думаете? Конечно. Во-первых, это витамины, ну, это и радость того, что у тебя вот на даче вот такое вот растет. Это очень приятно. Ну, и у яблока, это как раз яблоки, они обладают, ну, имейте в виду вот та влага, которая содержится в плоде, в яблоке, регенерирующими свойствами. Так ведь? Да. А вы, по-моему, на себе это и испытали уже. Да, испытали. Здорово. Мы все детство, у нас в Крыму, яблоки всяких сортов, все возможные. Мы там, конечно, детство выросло на яблоках там. Ну, и, кстати, в наших магазинах как здорово, что Крым вот нам поставляет сейчас в Якутск очень много своей продукции, в том числе очень вкусные такие красненькие яблочки. Да, крымские яблоки сейчас не такие. Раньше вот, после военных лет, были сорта старинные. Вот они были вкусные, они были с запахом. Если в доме 2-3 яблока будет на тарелке лежать, весь дом будет пахнуть яблоками. А вот сейчас, которые растут, это уже привозят с других стран растения и выращивают в Крыму. Уже вкус не тот, аромат не тот, и уже качество яблок не то. Вот старые наши сорта были очень вкусные. Они долго лёжкие были, до весны лежали, не портились. Поэтому вот сейчас в Крыму их почти нет, этих сортов. А вот смотрите, ну, наверное, если их нет, то получается вот у нас для якутян всё-таки вполне ведь возможно выращивать свои якутские яблоки. Могут. Раз так вот. Да, вот если у нас получилось, то каждый может вот так вот вырастить. Любой человек может. Это невероятно. Такой сад у вас прям замечательный. Лишь бы было желание. Вы-таки крымчанка, да? А как хранить яблоки лучше всего? Мы, например, яблоко, вот брали его вот с куста и осторожно срывали. И заворачивали, каждое яблоко заворачивали в салфетки. И они лежат до весны, не портятся. Когда яблоко снимаешь, его пальцами нельзя давить. Как только придавишь, там появится ямка, и оно уже будет портиться. А скажите, а это правда, что вот если, допустим, червивое яблоко попалось, что это не нужно этого пугаться? Ну, допустим, люди купили на рынке. Нет, это не страшно. То есть это как раз говорит, может быть, о том, что оно экологическое? Оно чисто экологическое. А знаете, почему в нем червь? Потому что когда дерево надо обрабатывать, надо дерево, ствол дерева белить. Вот. Если побелку производишь и его обрабатываешь всякими лекарствами, тогда черви никогда не появятся. А скажите, вот, кстати, по поводу побелки. Вы уже выбеливаете стволы яблок? Пока нет еще, но вот в этом году... Это извездка или чем нужно? Да, весной вот листвы не будет. Весной мы... Основной корень, в основной стебель вот. То есть заженой известью, да, видимо? Да, не все веточки, а только основные. И тогда это действительно помогает. А вот еще, кстати, о вредителях. Какая борьба должна производиться? Или, может быть, какие-то меры такие предупредительные, превентивные, для того, чтобы сохранить дерево, сохранить урожай? Ну, это вот опрыскивание всевозможных. В магазинах продают. Вот этим вот покупать и вот обрабатывать. А народными средствами? Народными? Я не знаю. Мы, как говорится, раньше этих не было лекарств. Мы как-то... У нас не заболевали деревья. Как-то чем-то лечились. Ну, а ваши родители чем-то лечили? Я не помню, не вникала. То есть вы верите в химию? Да. Сейчас. Так, понятно. Теперь, ага, ага, какие, ага, как хранить урожай от вредителей? А зайцы докучают? Как? Зайцы. Нет, здесь их нету. Зайцев у вас не водится? Нет, не появляются. А другие грызуны какие-нибудь, которые нравятся? Ну, белочки, может быть. Белочки у нас вот живут уже больше 20 лет. Очень... Вот это семечки во дворе посажены. Это все белочки нам насадили. Мы их зимой привозим, им семечки даем. Они их едят и прячут в землю. А потом весной вот сходят весь двор в семечках. Здорово. Понятно. Но они какие же тогда вредители-то? Они не вредители. Они не вредители. Нет, они нам... Они помощники. Они нам украшают участок. Никакого вреда нам не дали. Северные. Вот чем они будут отличаться, допустим, от краснодарских по вкусу? А вот говорят, что северные яблоки намного и ягода, она более-менее витаминов в ней больше. Она полезнее, чем даже вот тех районов, тех городов. Которые из южных районов, откуда нам везут, да? И продают по бастер-флопу цене порою. Когда закрывается дорога, река закрывается. Скажите, а вот в чем причина такая? Ну, или, может быть, вы так уверены в том, что за короткое лето у нас яблоки вырастают гораздо богатыми витаминами, нежели чем их собратья, допустим, из Краснодара? Ну, мне кажется, природа здесь соответствует. Здесь чистый воздух, чистое, загрязнений никаких нет. Промышленно, химически. Да. Поэтому оно все впитывает в себя, это свежее. И поэтому вот. А может быть еще, что вот как раз короткое лето, оно и подстегивает растению? Да, это природой дает свое, чтобы быстро, успело, созрело. У нас в Крыму, например, мы два раза урожай берем. Там мы в марте месяце садим картошку. Уже 1 мая она у нас уже готовая, вырастает. Мы ее выкапываем и второй урожай садим капусту. Капусту уже в сентябре, в октябре выкапываем. Ну да. Собираем. Там-то теплее, конечно. И каков период? Вот мы посадили яблоньки, а каков период созревания, там, цветения? Цветение в мае месяце цветет она, весь май. Вот. И осозревает уже вот где-то в половине сентября. Яблочному спасу. Половина сентября. Если не будет заморозки, то можно до конца. Если нет, значит, надо раньше снять и в ящичек положить, и это в темное место. А боится вот морозов, но если вот, допустим, заморозки, то есть вот нужно убирать эти яблоки до заморозков, так? Да. Если будут заморозки не сильные, придется хотя бы этим пленкой пока укрыть ее, закрыть. Укутать, да, чтобы было тепло растение. Да, да, чтобы хотя бы какой-то один-два дня спасти ее. Угу, угу. Так, ну и вот урожайность по годам. В прошлом году вы собрали, вы сказали, давайте напомним еще раз. В прошлом году, вот было яблоньком вашим 6 лет, вы собрали первый урожай. Да, ну вот 15 или 18 или 20, мы так-то не... Это килограммы? 14 штук. 14, я уже не помню, конечно. 14 штук. А в этом году это уже килограммами. Да, здесь уже вот килограммы. А на следующий год еще больше, наверное? Да, 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 на следующий год будет уже много. Угу, здорово. Анна Петровна, у вас замечательный сад, и вот здесь вот кроме яблок у нас еще и произрастают... Крыжовник. Крыжовник произрастает, произрастает... Облепиха. Облепиха. Ирга вот растет. Жимолость. Жимолость, яблони, еще дичка у меня растет, акации, смородина, несколько сортов. У меня очень хорошие. А давайте мы поговорим про крыжовник. Вот чем он целебен, вот его свойства? Ну, почему-то же вы его выбрали, чтобы посадить? Ягода вкусная. Она и очень вкусный джем получается. Он такой желеобразный. Ягода, правда, вот такая вот. Ну и, разумеется, кладезь всевозможных витаминов. Мы уже собрали крыжовник, он зеленый, очень сладкий. Ягода не такая уж и крупная, но... А сорт именно зеленый, то есть это он уже созревший. Он созревший, очень сладкий. Ягодки крупные. Да, очень вкусные, сладкие. А можно попробовать? Попробуйте. А главное, что он не замерзает. Паша, попробуем. Просто смотри, вот этот крыжовник, оказывается, очень сладкий. Еще вот растет облепиха. Облепихи лет, наверное, уже, сейчас скажу, 15-20. Давайте пройдемте к облепихе. Облепиха, я знаю, по своему детству, это замечательное, замечательно, очень вкусное варенье. Но я никогда не думала, что, оказывается, у нас в Якутии, вот у нас в Якутске, где очень короткое лето, можно выращивать облепиху. Да, облепиха растет уже много лет. Смотрите, какая она у вас большая. Она дает поросль, размножается поросль, но она не дает ягоду без мужской особи. Вот у меня два больших дерева, посмотрите, какие они толстые. А вы еще не убирали урожай, а когда вы, он еще не поспел, яблочки, ягодки? Уже, в принципе, можно попробовать, уже, в принципе, можно собирать. Это сорт не колючий. Можно попробовать. Пробуйте, конечно, сорт не колючий. Я, кстати, первый раз вижу, как растет облепиха, вообще, как она выглядит на кусте. Сорт еще один, вот у меня растет, красная облепиха. Это тоже облепиха? Тоже облепиха, она немножко другого цвета, но у нее вкус немножко слаще и тоже не колючая. Но облепиха ведь используется вообще в медицине, да? Облепиховое масло, все знают. Да, делаем и масло делаем. И вы и сами делаете? Делаем сок, выжимаем, из сока я делаю желе очень вкусное всю зиму, такая вот густая масса, желеобразная, вот мы ее в чай, в варенье, очень вкусно и лечебно. И то есть, если раны, допустим, какие-то, и дезинфицирует хорошо, и заживляет. Ну, масло для чего вы делаете? Ну, оно как для лечения гастрита, желудочно-кишечный тракт тоже, по ложечке в день, как лекарство. Здорово. При гастрите, при язве желудка. И наверняка вот то, что выращено здесь вот у нас, в нашей земле, оно гораздо, наверное, обладает более такими ценными, целебными свойствами, нежели то, что мы покупаем, так сказать, то, что производят в промышленном объеме. Во-первых, она тоже, эта облепиха морозустойчивая, тоже не требует укрытия. Она была и маленькая, я ее не укрывала, так что она растет, может, как сорняк. Дорогие телезрители, вполне возможно, кто-то заинтересуется вот этой замечательной, прекрасной ягодой, которую можно выращивать вот в таких вот объемах и даже, в общем-то, устроить из облепихи целый, целый, скажем так, ну, завод, что ли, да, по производству витаминов. Вот вы сказали джем, помните, как в фильме «Девчата»? Сок, масло. Давайте так, джем, сок. Сок, масло. Да, здорово. И облепиха красная, она как-то отличается по вкусу? По вкусу попробуйте, да, немного отличается, и ягода немножко крупнее. Давай, вот попробуем красненькую, ну, вот была оранжевая, а вот эта красненькая. Она так и называется, сорт «М-м-м-м», она немножко такая кисленькая. Вкус другой немного. Немного другой. Ну, немножко она еще зеленоватая, она должна вот совсем ярко-бордовой быть. Здорово. Это уже почти спелая, а это еще вот подождать. Немножечко подождать, и потом вы собираете. Сорт «Сибири», да, может быть, такой он позже есть. А сколько вы собираете, допустим, вот здесь у вас сколько кустов оранжевых? Это одно большое дерево. Одно? Вот видите, это вот одно большое дерево. Ничего себе, и здесь деревце одно, да? Ну, слишком много не сказала бы, но на глаз вот так посмотреть, ну, где-то литров пять, наверное, вот. Соберете. В общей сложности соберу, да. Угу, здорово. Продолжение следует...